Любимые, всем привет! Сегодня с вами говорим про детоксикацию печени. Я считаю, эта тема очень важная, потому что многие не знают, что при системных поломках печени чувствуют они себя как гладиолус. В общем, в этом видеоролике все кратко по продуктам, по добавкам, по образу жизни, чтобы ваша печень радовала вас больше, чем вашего доктора. А тех, у кого проблемы с печенью после вирусов, инфекций, неправильного образа жизни, прошу, послушайте. У меня тоже ведь это когда-то было. Как бы я тоже хотела найти это видео раньше. Но, ну ладно, погнали. Дело в том, что энергетизация организма это та история, когда, ну непонятно, то ли растение, то ли гладиолус. Каждая задача делится под несколько задач. И это серьезная работа и с кишечником, и правильное формирование рациона, и введение регулярного движения в свой график. И то, о чем мы поговорим сегодня, это, грубо говоря, расхламление. И, конечно, легкие ранние пробуждения это супер важно. Свободный кишечник, кто не какает, тот в интоксикации, ну простите, это так и есть. Прекрасное настроение, сфокусированность на больших целях, это все про здоровую печень. Море энергии, чистая кожа, вывод лишней жидкости из организма. Это говорит о том, что печень и кишечник наконец-то вздохнули и работают не в экстренном режиме, а спокойно и с комфортом. Печень постоянно трудится над детоксикацией крови, выработкой желчи, синтезом и выведением метаболитов гормонов, выработкой ферментов, хранением витаминов, минералов, регуляцией уровня сахара и холестерина. Если функция печени не оптимальна, организм не может справляться с усвоением жиров и белка. И это серьезный удар по метаболическому здоровью. Тут начинается простая история про печень, расщепление лекарств, алкоголя, контроль состава чистой крови, переработка питательных веществ. В общем, все-все это наша печень и даже энергия, это тоже печень. Основные факторы риска, первое, это недостаток калия, этим грешат любители переработанной пищи. Злоупотребление алкоголем и другими токсичными веществами, бывает воздействие химикатов. Мы ведь не знаем, когда покупаем какую-либо рыбу или ягоды с рынка. Иногда они прям такие, что несколько дней мы думаем, а что за гладиолус в моем кишечнике. В общем, переедание, рафинированный рацион, ненавижу. Я сама ненавижу вот эти все курочки, гриль, все эти. Рацион такой обычно приводит к воспалению в печени достаточно быстро. И потом от этого начинается поход к психологу, к неврологу, к эндокринологу, к гастроэнтерологу. Да почему? Ну, курочка, курочка какая там обычно? Да, у меня, например, была другая проблема. У меня были вирусные инфекции. А у кого-то есть аутоиммунные заболевания. То есть переболел, и печень опять должна трудиться. Печень убивает алкоголь, рафинированное масло, искусственные добавки, переработанные мясные продукты, колбасы, сосиски, трансжиры. Чем больше в рационе трансжиров, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также эти соединения вызывают проблемы с иммунной системой и способствуют развитию хронических воспалительных состояний. Поэтому, 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 о фруктозе говорила не раз. Сейчас прям готова этих блогеров обнять и поцеловать. Связь болезней печени, избытка чистой фруктозы в рационе доказана. Фрукты важнейшие, важнейшие в нашем рационе. Но их должно быть несколько штук. Не килограмм яблок, и после кило апельсин, и после еще что-то. Вот эти все фруктозные диеты, они приводят к разрушению слизистых желудка, кишечника. В общем, я не могу вам этой всей беды объяснить. Потом люди от ортопеда до гастроэнтеролога ходят между двумя кабинетами. Потому что пришли чистку марафона «Чисти свой организм и кишечник с соками и детоксами». Пожалуйста, не делайте так. Другой момент выясняем, налаживаем ситуацию с выработкой ферментов. Если кому-то интересно, у меня есть отдельный материал про ферменты, не хочу об этом к этому возвращаться. Добавляем в меню свежие овощи или овощные соки. Овощной сок – это концентрация, единение, помогающая печени работать. Какой у вас там есть? Сельдереевый, морковно-сельдереевый, тыквенные соки. Только, пожалуйста, не сок чистый. Иногда можно добавлять клетчатку. И лучше не так, что свекла-свеклушка с морковкой. Хотя бы туда сельдереюшка попала, чтобы не было таких концентрированных сахаров. Другой момент. Также неплохим вариантом для печени, пищеварения является зелень. Огурцы, сельдерей, мята, например. Начинать надо с микродоз и смотреть на себе. Не надо покупать килограмм огурцов, потому что тетя Оля, блогер, показала, как она ест это все на камере. У тети Оли все хорошо. Она пошла попукала и спать легла. А вот вы не знаю, как будете. Поэтому очень все лично. Не принимайте опыт других. Проверяйте и тестируйте. Употребляйте больше калия. То есть просто, говорю, дефицит калия – это уже проблема с печенью. И нормальный желчный отток. Не забываем двигаться. Пьем теплую воду. Не забываем о полезных жирах. Употребляем натуральные специи. Три раза в день включаем в меню белковые продукты. И еще один момент. Качественную говяжью и куриную печень стоит употреблять три раза, например, в неделю. Может, два раза в неделю. Этот продукт питает органы, обеспечивает детоксикационные системы. Витамины А, В, фолиевая кислота, холин, железо, медь, цинк, хром и коэнзим. Похожий эффект наблюдается у любимых яиц, да, где не так много железа и меди. Так, это я вам сказала. Каждый день добавляем свои салаты хотя бы крестоцветные, свеклу, сельдерей, тыкву, клюкву. А почему клюкву? Потому что у многих PH, да, и дисбаланс начинается у девочки. Кандидоз, вопросы к гинекологу. Ну, короче, это же решает клюква. Ну, об этом я тоже отдельно говорила. Основные мысли, которые стоит держать в голове. Это режим, индивидуально настроенный меню, отказ от стимуляторов, алкоголь, огромная проблема для печени. Это супер важно. Менеджмент бытовых токсинов, цельная еда и без глубокой переработки. Чистая вода в течение дня и активное движение. Поддержка желча тока тоже имеет место быть. Так, это я вам сказала. И еще один момент. Это, конечно, стимуляторы. Все знают, да, кто там себя чем-то поддерживает. Вы на чем? Да я на притрении, а я вот на энергетике, а я на кофейне, а я... Ну, подумайте, да, там серьезно подумайте, если у вас уже есть какие-то проблемы. Взвесьте все за и против. И да, и это действительно работает. Потому что защиту от ожирения никто не отменял. А скажу так, без вот этих продуктов, которые я назвала, можно покупать в БАДах, да, там витамины, саплименты. Но вы же прежде всего хотите питанием. Поэтому, когда мы говорим про необходимые аминокислоты, без которых она не выполняет свою функцию, без необходимых веществ она не может нормально функционировать. Поэтому любите свою печень больше, чем меня.